12 июня ежегодно отмечается государственный праздник День России. Сейчас эта дата обретает особый смысл, ведь наша страна переживает важный исторический момент. Об истории праздника, событиях с ним связанных мы сегодня поговорим с доцентом кафедры теории государства и права и Конституционного права Оренбургского государственного университета Светланы Викторовны Джараевой. Светлана Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. 12 июня мы отметим День России. Праздник с таким названием официально отмечается с 2022 года, но споры вокруг выбранной даты, они ходят до сих пор. Кто-то говорит о том, что сомнительная дата, особенно те, кто помнит советское прошлое, и что мы отмечаем 12 июня, не распад ли Советского Союза. Но в то же время в 2001 году наш президент в своем праздничном выступлении отметил, что эта дата прежде всего важна как новая точка в современной России. Какой точке зрения придерживаетесь вы? Так, ну я хочу сразу из истории сказать о том, что 12 июня 90-го года первый съезд народных депутатов РСФСР, они собрались и приняли декларацию о государственном суверенитете России, РСФСР. Дело в том, что вот это принятие декларации, оно стало как бы новым вехом или новой точкой отсчета самой российской государственности. Да, то есть сама по себе декларация, она провозглашала верховенство Конституции, суверенитет России и много других моментов. То есть она стала тем конституционной, той конституционной основой, норм Конституции, которые должны были быть приняты. И поэтому, в принципе, если в 90-м приняли, то в 91-м году, в 91-м году мы видим, что 12 июня был избран президент. Это была такая знаковая ситуация. Мы видим там 90-й год, 91-м выбор президента. И он своим указом 2 июня, 2 июня 91-го года, как раз и утвердил сам праздник, день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. То есть название у праздника было совсем другое. Поэтому и путаница есть определенная в народе. Да, достаточно, потому что само название было сформулировано еще в 90-м году. Именно было посвящено принятию декларации о государственном суверенитете. Мы видим, что во время этого принятия, конечно, очень много было жарких споров. Там сформировалось две основных точки зрения на суверенитет. Но все решилось лингвистическим таким вот завершением, когда речь зашла о государственном суверенитете. Суверенитет, он стал тем самым, той самой основной точкой, которая, собственно говоря, и дала начало отчету новому государству. То есть это была дата, которая могла стать новым праздником, который символизирует становление России. Но первые попытки создать главный государственный праздник, который бы стал началом отчета самой России, были очень неоднозначны. Потому что, как вы говорили, не все сразу поняли. Я тоже подготовилась немножко, заглянула в интернет и посмотрела статистику. И можно сказать, что начиная с 2000-х годов, в принципе, достаточно большое количество людей, 63% в 2000-х, относились к этому празднику просто как к выходному дню. И всего 24% знали, о чем реально этот праздник, чему он посвящен. Но, в принципе, время шло, менялись события, менялись события. Таким вот такой отправной точкой стала Крым, Севастополь, когда они вошли в состав России. И мы видим, здесь сразу уже как бы скакануло. Подъем патриотизма. Да, подъем патриотизма был достаточно серьезный. Мы видим, что там уже 40-45%, где 45% уже это было осознанное понимание статуса праздника. К этому времени он уже стал называться Днем Независимости. И мы видим, что следующим шагом, это уже 20-е годы, причем до всех сложных событий, мы видим, что у нас появляется некий такой вот прорыв. То есть поднимается сначала с 35, потом с 45, потом с 75. И уже мы видим, что 75% практически уже осознанно понимают, о чем данный праздник. Ну вот если раньше было всего 25, то есть один четвертый, мог сказать, то на сегодняшний день почти половина респондентов уверены, что праздник должен быть. Вот мне это порадовало. Например, я просто немножко так отвлекусь, зачитаю статистику. Там в 2021 году 47%, ну почти половина, считают, что праздник должен быть обязательно, который связан именно с государственностью. Из них 25% понимают, что это важная историческая значимость, то есть это осознанное понимание праздников. Ну и 13% считают, что обязательно такой праздник должен быть в России, для того, чтобы понять или поднять статус самой России. Ну и 9% это государственные праздники просто должны быть. Да, вот я еще хотела бы акцентировать внимание, что Эльвина Михайловна Виноградова проводила в 20-е годы, ну в 20-х годах, в 17-е, 18-е, 19-е, был ряд исследований, которые тоже подтверждают данную статистику. И самое интересное, что хотелось отметить, что молодежь постепенно, она осознает, она начинает интересоваться. Это радует, это радует. Но ведь это следствие каких-то действий наверняка, то есть государственной политики, каких-то праздников, которые мы проводим 12 июня, каких-то мероприятий, каких-то обучающих программ может быть в университетах, в школах. То есть оно же не из пустого места наверняка такие цифры. Особенно, да, за последние десятилетия, конечно, люди уже понимают, что конкретно мы отмечаем. То есть помимо каких-то важных исторических событий, которые вы перечислили, когда такой дух патриотизма у нас был, еще какие-то наверняка действия к этому примели. Вот, например, с сентября вводится курс в университетах основы российской государственности. Да, да. Сейчас, насколько мне известно, все научное преподавательское сообщество, оно проходит определенную, может быть, профподготовку, да, потому что это тоже должна быть определенная программа. Курс, по-моему, у него в неделю 72 часа, это получается где-то, наверное, одна лекция, да? Там получается в неделю лекция и два семинара. То есть курс хороший, да, он вводится обязательно с 1 сентября, он будет вестись во всех вузах. Во всех вузах. То есть и наши аренбургские вузы 100% в эту работу включаются. Насколько преподавательское сообщество отреагировало на этот курс? Не будет ли он каким-то формальным? То есть отчитали, там зачет поставили. То есть мы понимаем, для чего этот курс нужен сейчас. Как сейчас проходит подготовка? Дело в том, что сейчас организовано центром РАНХИКС, Российской Академии Народного Хозяйства, и при президенте Российской Федерации. Дело в том, что они сформировали целую команду. Команда разработала программу, причем программу я вот видела. Это потрясающая программа, мне очень она понравилась. Это действительно история российской государственности. То есть такого курса у нас на всех факультетах точно не было. А чем хорошо для телезрителей, давайте поясним, история российской государственности, чем, например, будет отличаться от истории России, от истории современной. Ну, история России, она как бы базовая. А здесь именно развитие самого государства. Это очень серьезная, там она насыщенная программа. Очень интересные блоки. Сама государственность, цикличность государственности, социальные, политические, другие аспекты, которые дают развитию государства. Здесь я хочу сказать, что еще сейчас проводится подготовка, профессиональная подготовка. Собирают преподаватели, которые будут вести. Мы обязательно проходим курсы этой подготовки. Нам выдают сертификаты. На основании сертификатов мы уже начинаем вести. Это методика преподавания данной программы, данного курса. Я хотела бы сказать, что, в принципе, преподавательский состав давно ждал этого. То есть в этом была неопределённая необходимость. Да, да. То есть сама история, во-первых, очень много проблем было с толкованием истории, с последними событиями. Потому что очень часто кто хочет, кто как хочет, тот так и переписывает историю. Ну и плюс еще вот такое вот политическое давление извне. Вот это противостояние с коллективным Западом. Бесконечные манипуляции с историческими датами, фальсификации исторических моментов. Да, мы видим указ президента, который говорил о запрете фальсификации истории. Но, тем не менее, мы видим, что тут, там, то, тут, то, там появляются такие вот лжеисторические какие-то труды, которые совершенно не о чём. Даже и в научном сообществе тоже. Да, да, да. Вот именно это и есть. Поэтому я считаю, что это очень важно, это очень значимо. Но вы сказали, что там что-то интересное. Может быть, это какая-то определенная методика преподавания. Как заинтересовать студента? Я так понимаю, это с первого курса будет, да? Да, да. Вводиться. Как заинтересовать студента и дать понять ему, что это действительно важный предмет? Дело в том, что там очень много самостоятельной работы, вернее, не только самостоятельной работы, но и работы в интерактивных методиках. Это и кейсы, это и диспуты, это и различные программы, которые используются. То есть я вот сейчас на вскидку сразу много, там очень много перечисляется. Это очень интересный будет интерактивный курс. И поэтому там студенты, как бы они сами формируют своё знание. То есть это больше такого поискового значения. Как раз подходя к следующему вопросу, вы вот сейчас начали на него отмечать, вот в условиях такой негативной информационной повестки, да, очень важно подрастающее поколение студентов научить формировать своё понимание и мнение о происходящих событиях. Как вы считаете, с помощью каких инструментов, в том числе в институте, что должно быть для того, чтобы они могли анализировать, а не принимать чужую точку зрения за свою? Ну, вот здесь я хочу сказать, что в принципе у нас некоторое время был подход к образованию как к некой обслуживанию. Это мы были не государственной задачей, как обслуживающий, а обслуживающий персонал. Да, и к образованию, соответственно, было такое негативное отношение. Сейчас тенденция меняется. Очень меняется и очень хорошо. Я хочу сказать, что вот я уже второй год, приходят у меня первые курсы, которыми я работаю, и ребята, они готовы к патриотизму, да, то есть в них вот это не навязано извне. Им это интересно, они сами этого хотят, они хотят объединяться, они хотят читать, они проводят мероприятия, они ведут исследования, пишут проекты, очень много проектов. Ну, вот, в принципе, у нас в группе студентов очень часто используют вот эти вот проектные, ну, проектные конкурсные работы для высказывания своей такой точки зрения. Поэтому, ну, там много различных мероприятий. Перечислить все это, и Росмолодежь у нас, и «Моя страна, моя Россия», и «Первый шаг», и профподготовка и так далее. Это огромное сейчас. Вот очень много конкурсов, и ребята активно участвуют, они очень любят. Плюс еще они сами организуют. Вот тут, например, у нас был организован просмотр видеофильмов военной тематики, да, до 90-х годов, то есть советские фильмы были. Это прошел конкурс песни, были исторические реконструкции. То есть ребята с удовольствием это используют, вернее, в этом участвуют. Они используют свои знания, они читают, они смотрят и так далее. То есть самое главное, что сейчас на этом этапе в них ложить? А в принципе, они-то готовы для того, чтобы эти знания... Они не просто готовы, они хотят этого. Один из вопросов, кстати, тоже вот вы начали на него отвечать. Один из вопросов у меня был, да, видите ли вы какие-то положительные изменения в методиках преподавания, в высшей школе именно, да, что меняется? То есть я уже примерно поняла ваш ответ, что меняется само отношение к образованию. То есть мы, наше государство, да, оно понимает, что в подрастающее поколение нужно вложить те идеи, которые нужны для того, чтобы, в принципе, наше государство дальше продолжало существовать в таком виде, в каком оно существует. Да, у нас задача суверенитет дает возможность государству выжить в этих непростых условиях, тем более государственный суверенитет. И поэтому задача образования не только обучить, но и воспитать граждан, гражданина, патриота, человека, который может откликнуться на любой зов государства, да, то есть стать плечом к плечу. Я вот хочу тут обратить внимание, да, на проявление нашего праздника. Мы от него ушли. Дело в том, что декларация была очень хорошая, но это была декларация, да, потом пошла, это была стратегия, ну, а тактика, она имела некий другой какой-то вот смысл. Да, я хотела вот здесь еще сказать, что дело в том, что государство создает свои праздники, да. Пусть не очень быстро это, не очень по сравнению с советскими праздниками, например, если посмотреть на советские праздники, у нас, Кати, это 1 мая, 9 мая, да, праздники Нового года, праздники, которые мы еще продолжаем, у нас как бы праздники делились на два типа. Это праздник марш, да, вот праздник марш, как 9 мая, как 1 мая, и праздники мистерии, да, ну, например, та же Пасха, которая объединяла. Задача праздника – объединение, да, объединение, сплочение государства, общества и так далее. И вот один из таких праздников как раз попытка, вот это 12 июня. Насколько у него есть предпосылки, чтобы он таким стал всенародным? Вот, например, как 9 мая. Или 9 мая – это исключительная история каждого, а 12 мая – это все-таки такое… Нет, почему? Вот, смотрите, у нас, например, бессмертный полк, да, вот он 9 мая – это праздник тоже нашего российского уже государства, нового формата. Это праздники марши, да, то есть здесь соединение происходило по какому принципу? Все шли, да. Это было такое восторженное желание нести флаг, да, то есть даже если с утра не очень хотелось, там кто-то, кто-то так говорил, ой, ну, не очень хочется и так далее. Но потом, вливаясь в эту колонну, поток, ты ощущаешь себя в неком единстве, чувство локтя. Когда ты кричишь «Ура!» там, или поешь песни коллективно, да, то есть при чем ты с удовольствием это делаешь, да, вот это вот праздник, праздник, который дает вот ощущение единства, что так много. Поэтому у нас так хорошо и прижился вот бессмертный полк. То есть когда люди шли, и вот эта связь времен, она тоже была. Что было в советских праздниках? Во-первых, это длительная история, да, почему они так хорошо прижились. Второй момент. Они были повседневностью. Они были повседневностью. И плюс еще были организации, которые вплетали их в эту повседневность. Это были пионерские организации, комсомольские, и на работе, да, то есть вот это все это было. Не было, скажем так, жесткого насилия, с одной стороны, и с другой стороны, это было желание поддерживать, да, то есть идея. Да, понимаю, о чем вы говорите. Поэтому я вот оптимизм по натуре, я считаю, что в принципе мы как бы пытаемся сделать, да, вот, например, в какие-то годы это были приурочены к 12 июня, футбольные какие-то события, в какие-то были приурочены патриотически, например, день флага, да, раздавались ленточки. Вот это вот умение как бы создать или как бы вплести в реальность, оно даст этому празднику вдохнет жизнь. Да, и вот это будет. Салюты с 2002, какого? Второго, по-моему, да, вот сейчас не помню. С 2002 начали запускаться салюты. Но основные праздники, конечно, были в центральных городах. Да, периферия как бы потихонечку праздновала. Но включаются уже все сейчас. Да, но сейчас включаются все. Поэтому я оптимизм. Я считаю, что вот тактика, праздник нужен. И мы видим, что 47% считают, что такой праздник должен быть. Это праздник государства. Возвращаясь к патриотическому воспитанию. Вы куратор, или как назвать правильно, конкурса? Конкурса «Моя страна». Научный руководитель. Научный руководитель. Конкурса «Моя страна, моя Россия». Много проектов уже вы видели. Это конкурс направлен в том числе и на патриотическое воспитание? Может быть, вы какие-то сможете привести примеры интересных проектов, которые вам запомнились особенно? Я хочу сказать, что все то, что мы делаем, это является патриотическим воспитанием. Например, у нас ребята, я уже достаточно давно веду научную деятельность руководителя в этом конкурсе. там, начиная с 99-м, 2000-м году, в 2002-м нас ребята выигрывали и достаточно... На федеральном уровне у вас было награды. Несколько на федеральном, на региональном уровне ребята выигрывали. Но это было связано, конечно, с социальным устройством, экономическим устройством. Очень много проектов, которые связаны были с социальной помощью. Да, вот социальной помощью. Очень интересный проект был по переработке, это еще вот самый первый, по переработке вторичных отходов, чтобы там и экология, и рабочие места. Они, ребята, потом вышли и создали это предприятие сами. Мне очень понравилось. Мы поддерживаем до сих пор. В Баренбургской области? Да, да, да. Отлично. В Баренбургской они делали. Потом вот последний проект. Мы, правда, только отправили. Это проект на поддержку сельского хозяйства. То есть ребята предложили новый свой формат ведения молодежного аграрного хозяйства на примере каких-то небольших территорий. Это вот по царок ножом они взяли небольшое хозяйство и рассчитали, посмотрели, предложили. Но это уже радует, потому что это была их идея. И это их заинтересованность. Да, их заинтересованность. Хотя вот... Светлана Викторовна, наша программа выходит как раз за несколько дней до праздника. И от вас пожелания для телезрителей в преддверии такого важного государственного праздника? Ну, пожелания о том, чтобы все было очень хорошо в нашей жизни. Надо смотреть с уверенностью. Завтра надо быть оптимизмом. Я думаю, все будет хорошо. Мирного нам всем неба. И гордиться, самое главное, тем, что мы россияне. С праздником, с наступающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова